1941-1945 годы. Сухо скажут учебники о том этапе в истории 20-го столетия, когда мир в буквальном смысле вздрогнул от ужаса, который несла за собой немецкая армия. Покорить Советский Союз для гитлеровской армии означало стать самой могущественной державой. Но какой ценой? Великая Отечественная война войдет в историю как одна из самых кровопролитных, жестоких и беспощадных. Время объективный свидетель, и чем дальше от нас становятся события тех лет, тем больше осознается масштаб трагедии и важность победы. 9 мая для солдат 40-х, таких как Константин Максимович Кругликов, эта дата всегда будет вторым днем рождения, праздником, которому готовятся особенно. Начищенные ботинки, галстук, парадный мундир с огромным количеством наград, но это все внешне. Душа Константина Максимовича, как и каждого седовласого героя, всегда полнится воспоминаниями о непростых операциях, о военных буднях и товарищах, которые не дожили до заветного дня победы. Сначала оборонительная была тактика у нас, а потом уже наступательная, чтобы сбить ихний дух сначала, а потом наступать. Вот так и получилось, так хорошо, и получилось хорошо как раз. Сначала в оброне были, немцы наступали очень сильно, они думали о том, что они победят, но видели, как не получилось у них. Конечно же, ветераны возглавляют большую колонну, которая 9 мая идет по центральным улицам города. Эти легендарные люди, как никто другой, понимают важность и значимость их участия в мероприятиях, ведь не каждому было предначертано дожить до победы. За себя и за того парни. Жили ветераны и будут жить дальше, передавая опыт и жизненную мудрость сегодняшним руководителям, а они в свою очередь воспитывают молодое поколение. Эта неразрывная нить будет существовать до тех пор, пока есть историческая память, ведь и сегодня святая победа сыгрывает сердце людей не меньше, чем 74 года назад. Эта память должна быть для того, чтобы не повторились трагедии тех дней. И мы все сегодня, поколение наше, оно должно предпринять все для того, чтобы в нашей стране, значит, и вокруг нашей страны был мир. Это самое главное. Поэтому чувство, значит, уважения и гордости за тех людей, которые стояли, независимость нашей большой Родины и малой Родины. Каждый воевал за свою семью, не только, в общем, за Родину. Поэтому дань памяти сегодня, как и всегда, мы отдаем этим людям. Ну и будем надеяться, что больше таких трагедий на нашей земле не повторится. Более 40 тысяч человек пришли поклониться в этот день земле Священной Цитадели, ведь именно ее мощные стены стали первым препятствием для врага. Укрывавшиеся в бойницах солдаты Советского Союза не сдавались до последнего. Молчаливые мы помним у Вечного Огня, в части, кто не дожил до победы, но очень верил и надеялся, что наступит новый мирный день. Слова благодарности в адрес тех, кто с нами, и помнит, как непросто ковалась эта победа. У вас почитают традиции, память наших предков, которые пали в Великую Отечественную войну. Мы поддерживаем, мы с вами солидарны, и мы счастливы тем, что мы сегодня вместе с вами. Это память всем погибшим, всем, кто дал нам мир в этой стране, дал нам эту жизнь, безоблачную радость, счастье. И с очень хорошим настроением пришли сюда, детей привели, нарядили их, как солдата. Беларусь помнит, мы их не забудем. Да, их юность была мрачена войной, но приходя в крепость вновь и вновь, ветераны возвращаются в свои молодые годы. И пусть в висках их седина, они все так же искренне радуются хорошей погоде наступившему маю, который и сегодня ассоциируется с возрождением, с возвращением к мирной жизни. И то, что она будет на этой земле, сомневаться не приходится. Ведь у нашего края есть свои защитники, которые продолжают уверенно нести гордое знамя страны. День Победы, праздник со слезами на глазах, торжество во имя мужества народа, его силы и героизма. 9 мая Брестская крепость все так же величественна и неприступна, но здесь чувствуется народное единство. Здесь славят события, которые кардинально изменила ход истории. Солдаты Великой Отечественной войны, солдаты по жизни. Они не боятся трудностей, не сетут на бытовые неурядицы. Наверное, потому что знают истинную цену человеческой жизни. И как немного на самом деле нужно, чтобы просто быть счастливым. Трудно пересказать. Так ждали этот праздник. Единственное удовольствие в течение года. Со слезами на глазах я расплакалась от радости, что мы дожили до сих пор. Это святой праздник. Я войду начала в Бресте. Я вам должен сказать сейчас еще больше. Мы стараемся, ветераны, сейчас больше прощаться с молодежью. И с ними вещи разговаривают. То есть делать так, чтобы они были на нас похожи. Несмотря на прожитые годы, не тускнеет и не стареет память об этом великом событии. Дне победы. Помнят о нем и седые ветераны, и юные школьники. Сегодня эстафету ветеранов принимают дети, внуки, правнуки, которые уверены, ужас войны не должен повториться на нашей земле. Для них завещание солдат 40-х – ориентир на будущее. Берегите мир. Старайтесь укрепить страну, укрепить мир, дружбу между народом. Если будет дружить народ, и не будет войны. Чтобы вы жили в мирное время. О войне только из рассказов, из встреч с ветеранами, кинофильмом. Чтобы вы не знали никогда разрыв, когда разрывается бомба или снаряд, и горит от попавшего снаряда здание. Чтобы вы были всегда дома, никогда не уходили, не прятались от снарядов. Чтобы только на свете процветал мир. Важно то, какими мы их выносим. Наверное, это самое главное. Главное, не кем он будет. Будет он инженером, будет он поваром, будет он парикмахером. Главное, каким он будет. Кого он будет представлять. Сумеет ли он защищать свою родину. Готовлю он к этому. И, наверное, это самое главное наше педагогическое, да вообще и ветеранское, будем говорить, задача. Задача, наверное, управленцев одной тоже. Главное тому, кому мы передаем бразды управления в руки. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдвард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.